Палеоативная медицинская помощь в нашей стране начала развиваться всего несколько лет назад. И пока учреждения, которые обеспечивают особый уход, за больными недостаточно. Около ста по всей стране. По подсчетам специалистов, для того, чтобы предоставить помощь всем нуждающимся, необходимо еще 500. В Чувашии более 300 детей, которым требуется палеоативная помощь, волонтеры стараются помогать каждой семье. Алло, здравствуйте, Светлана Григорьевна. Меня зовут Зоя Фонданья Чижовой. Удобно вам разговаривать? Мы проводим обзывом потребности на 2019 год. Опрос займет буквально минут 7. Чаще всего именно так начинается день волонтера Зои Кирилловой. Обзвонить, узнать, как дела у ее подопечных, кто в чем нуждается. В республике более 300 семей, в которых живут дети с тяжелыми диагнозами. Всем им требуется помощь, причем не только материальная. Волонтеры помогают справиться со страхами и облегчить боль. Долгое время в республике с такими ребятами психологи и добровольцы встречались только в палеоативном отделении ГКБ. Но благодаря поддержке меценатов, бизнесменов удалось найти и обустроить вот это помещение в самом центре города. Предприниматель Яков Петров лично закупал стройматериалы, оборудование и игрушки. Сейчас мы стараемся организовать пространство так, чтобы было все очень компактно и в то же время удобно для всех групп. С детьми будут заниматься психологи, физиотерапевты. В это время с мамами будут групповые занятия. И детей будут учить, как правильно с ними обращаться, как правильно себя вести. Специально для таких занятий заказали сенсорные подушки и валики. С помощью таких, так называемых, укладочных для позиционирования подушек ребенок может расслабиться или наоборот напрячься, заставить работать мышцы. Вообще пространство здесь будут организовывать в зависимости от того, какая форма релаксации потребуется ребятам и их родителям. Таких кабинетов в Чувашии больше нет. И, к сожалению, в ближайшее время, наверное, не появится в других городах республики. Здесь все делается бесплатно. Дети-инвалиды будут абсолютно бесплатно приходить сюда на групповые занятия, на индивидуальные занятия. 22 февраля ликотека заработала в полную силу. Каждый день здесь ждут пап, мам и их детей. Первые посетители – семья Щеголевых. В честь праздника маленькая Настя и ее мама Надежда даже устроили настоящий концерт. Надежда признается, что такие занятия очень помогают и ей, и дочери отвлечься от серых будней. И теперь они постоянно будут приезжать в этот центр. А волонтеры приглашают и остальные семьи присоединиться к их дружной команде. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Борис Андреев, Республика. Конечно.